Здравствуйте! И вот и закончилась, или почти закончилась учеба в школах и вузах, а значит впереди три месяца каникул. И каждый будний вечер можно проводить как долгожданные выходные. Этот выпуск Уикенд Навигатора, последний в этом сезоне, мы решили посвятить веселому времяпрепровождению в три ближайших месяца. Расскажем о событийных, интересных мероприятиях, которые ждут нас в июне, в июле и в августе. Записывайте или запоминайте, будет много чего интересного. С 1 июня, вне зависимости от погоды, официально стартует купальный сезон. В нашем городе пляжей, принятых МЧС, три. И все в городских парках. Там и можно купаться, по крайней мере, это безопасно. Ко всему прочему, посетители и в парке Степаново и 905 года, и на Харенке ждет прокат катамаранов и лодок, велосипедов и гироскутеров. А еще аттракционы. А вот клещи не ждут. Гулять можно без оглядки, все дорожки обработаны. Для мам с детьми, пенсионеров и любителей творить и вытворять, в парке 905 года организованы мастер-классы по скраббукингу, изготовлению игрушек и поделок. Справиться с задачей смогут даже самые маленькие. Я провожу рукоделие по народной кукле-мотанке. Эта техника называется плетение. Здесь детки развивают свое и творческое воображение, проявляют интерес именно к истории наших предков. Очень много пополнения словаря, во-первых, ребенка, развития, историю нашу знают. И здесь уже интерес самих родителей проявляется. Когда люди собираются у меня на мастер-классы, а на мастер-классы и мамы с детками приходят, и просто женщины уже почтенного возраста, они организуют клуб по интересам, делятся тем, что они умеют. И уже я так иногда предполагаю, что даже от меня не зависит, что они делают. Они беседуют между собой, общаются, обмениваются материалами. И происходит такой интересный межсобойчик. Площадка у памятника Горелину. По субботам в 17 часов духовые оркестры у нас играют, и все желающие могут прийти, послушать, потанцевать. Вечером в пятницу с 20 часов здесь же, на этой площадке у Горелина, танцевальные, уличные танцы будут ежесубботнию тоже проводиться. 23 июня парк Степаново, пляж. Будем проводить фестиваль активного отдыха для всех также активных граждан. Все смогут принять участие в турнире по пляжному футболу. Нужно собрать команду пляжный волейбол, также будет йога. В середине и конце лета, в августе, планируем всеми любимый турнир фан-джампинг по прыжкам в воду на велосипедах. Туда мы приглашаем в основном зрителей поддержать наших экстремалов и насладиться зрелищем по прыжкам в воду. И конец лета, это наш традиционный фестиваль. Скорее всего, также он будет в парке Степаново проходить. Фишка в движении перед началом нового учебного года. В этом году ожидается много, достаточно много игр. Именно с присутствием команды белых акул. Это по регби-15. Будут турниры по регби-7, будет чемпион федеральной регби на лиге, в которой мы участвуем в этом году опять. Поэтому игры будут, будет на что посмотреть, команды готовятся. В принципе, будет весело. Мы набираем новичков. Хотим, чтобы люди пришли, попробовали регби, потому что это на самом деле крутой командный спорт, где сочетается много в себе интересных качеств, на которые приятно посмотреть даже тем же самым зрителям, болельщикам. Поэтому ждем всех, независимо от возраста, то есть веса, тела, роста. 12 июня город широко отметит День России. Большинство мероприятий сосредоточатся на площади Пушкина. Будет концерт, понравится патриотам и любителям громких песен про родину. В середине месяца в 11-й раз пройдет кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Все события в этот раз состоятся в Юрьевце. Жители Иваново, увы, не увидят ни церемонии открытия и закрытия, ни саму конкурсную программу. А 30 июня жители села Подозерский приглашают любителей сладких ягод на фестиваль клубники. Чтобы успеть полакомиться, приехать лучше пораньше. В июле буквально каждые выходные любознательных ивановцев ждут путешествия. Поездить по региону придется. Так, 7 июля отправляемся в Южу на традиционную Тихвинскую ярмарку. А 8 числа в Березовой роще пройдет фестиваль бардовской песни «Высоковская струна». 15 числа едем в Верхний Ландих и смотрим на черничные гуляния. А 25 числа отправляемся в Шую, для того, чтобы посмотреть на традиционный фестиваль мыловарения. Он пройдет на Центральной площади. Еще у двух мероприятий в июле не выбраны даты, но они обещают быть интересными. Это будет трофе-ориентирование «Ракетные тропы» в Тейковском районе, а также фестиваль, посвященный военно-морскому флоту. Он пройдет на Волжском бульваре в Кинишме. Не пропустите, будет интересно. 11 августа в деревне Реброво Южского района состоится самый гастрономически невыдержанный фестиваль «Кухонь». Можно будет попробовать кухни разных народов и культур. Голодным оттуда не уедешь. 25 августа в ЛУХ гостей со всего региона приглашают на фестиваль «Лук-Лучок». Обещают веселье без границ. И пока даты не выбраны у двух любимых горожанами праздников. В фестивале исторической реконструкции «Кречет» он пройдет в деревне Иневиш Ивановского района и военно-патриотического торжества «Открытое небо». Оно состоится традиционно на аэродроме «Северный», а мы покажем его в прямом эфире. Не пропустите, приходите лично или наблюдайте на телеэкране. В 11 часов каждую субботу все лето на площади «Революции» рядом с созданием администрации у нас будут проходить занятия на открытом воздухе йогой, бодибалансом. Ну, то есть всеми такими упражнениями, которые можно выполнять на открытом воздухе. Я надеюсь, что у людей это будет пользоваться спросом и то, что мы вместе с нашими фитнес-центрами, с ворклассом будем дальше вот это направление развивать. Я считаю, что это очень интересно, по крайней мере, попробовать и я обязательно приду на какое-нибудь занятие. Буквально каждые выходные грядущего лета нас ждет множество ярких, интересных мероприятий не только в Иванове, но и за его пределами. Не ленитесь путешествовать. А следующий выпуск «Викенд навигатора» выйдет в эфир только в сентябре. А пока следите за нашими обновлениями в социальных сетях, там будем рассказывать об интересных мероприятиях, которые просто невозможно пропустить. Удачного лета, увидимся в сентябре. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok